Глава 133. Прощальный вечер. В больнице Женя продолжала посещать Татьяну. Каждый день она приносила ей свежий ароматный бульон. На тумбочке стояли цветы. Жалкие лохмоти сменила простое, но чистое платье. Часто, закрыв глаза, Татьяна размышляла об этой милой девушке. Что ей надо? Почему она мне уделяет так много внимания? Однажды Татьяна не выдержала и спросила девушку. Женя улыбнулась и сказала. Об этом-то я и хотела тебе рассказать. Я давно жду, что ты будешь в состоянии слушать. Я делаю это только потому, что Иисус любит тебя. Женщина горько засмеялась. Меня кто-то любит? Теперь я поняла, что ты ошибаешься. Ты приняла меня за кого-то другого? Нет, именно тебя, ответила Женя. И не просто кто-то, а Сын Божий. Он взял на себя твои грехи и умер за тебя, чтобы дать тебе жизнь. Если ты захочешь и попросишь его об этом, он простит твои грехи. Ты не знаешь, о чем говоришь. Повернувшись к ней, воскликнула Татьяна. Мои грехи простить невозможно. Если хочешь, я расскажу тебе все по порядку. Как Бог сотворил человека, как человек не послушал Бога и поверил дьяволу. Расскажу о том, что сделал Бог, чтобы спасти человека от рабства греха. Да-да, именно рабство ты правильно сказала, перебила ее Татьяна. С этого дня Женя подолгу после работы сидела возле кровати Татьяны и рассказывала ей о любви Божьей. Женщины, лежавшие рядом, тоже стали прислушиваться. Помните, мы с вами говорили, что Иуда пошел и предложил иудейским начальникам предать Иисуса. Сегодня мы будем читать дальше. Откроем Ивановию от Марка, 14 главу и прочтем 12 стих. В первый день праздника пресных хлебов, когда был принесен в жертву пасхальный ягненок, его ученики сказали ему, где ты хочешь есть пасхальный ужин? Мы пойдем и все приготовим. Кто из вас помнит, что именно вспоминали иудеи, когда они сидели за праздничным пасхальным столом? Как они выходили из египетского рабства, произнес Юра. Да, это тогда они убивали ягненка и мазали их кровью косяки дверей, чтобы ангел-губитель обошел стороной их дома и не убил их первенцев, вставил Славик. Правильно. Читай дальше, Сережа. Стихи 13, 14 и 15. И он послал двух своих учеников, сказав им, идите в город, вам встретится человек, несущий кувшин с водой, следуйте за ним и скажите хозяину того дома, куда он войдет. Учитель спрашивает, где комната, в которой я могу собраться с моими учениками для пасхального ужина. Хозяин покажет вам большую комнату наверху, в которой все будет уже подготовлено. Там и приготовьте для нас ужин. Иисус знал, что его ученики встретили человека, несущего кувшин с водой. Было необычное зрелище, потому что ходить за водой обычно поргалось женщинам. Господь знает все до того, как это случится. Господь знает все до мельчайших деталей. Библия сообщает нам, что без воли Божьей даже маленький воробей не может упасть и умереть. Он видит и заботится о самом малом жизни. Юра, прощи нам 16 стих из той же главы, 14 Иванелия от Марка. Ученики вышли и пошли в город и нашли все в точности, как сказал им Иисус, и приготовили пасхальный ужин. А ты, Славик, читай дальше 17 и 18 стихи. «Когда наступил вечер, он пришел с двенадцатью апостолами. И когда они сидели за столом и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю, один из вас, кто сейчас ест со мной, предаст меня». Так Иисус знал об этом, удивился Сергей. Иисус знал, причем никто Ему не говорил, что Иуда собирается предать Его. И все же Иисус любил Его и печалился при мысли о том, что Иуда намеривался совершить. Сашок, прочти 19 и 20 стихи. Они опечалились и один за другим стали говорить Ему, «Конечно же, не Я». Иисус ответил им, «Это будет один из двенадцати, обмакивающий свой хлеб в одно блюдо со Мной». Когда Иудели сидели за трапезой, они ломали хлеб и маленькими ломтиками черпали из большой миски, стоявшей в центре стола. Иисус сказал, что тот, кто намеревался предать Его, один из двенадцати Его учеников, сидит вместе с Ним за столом. Иисус и тот, кто собирался Его предать, макали хлеб в одну и ту же миску. Очень скоро этот со трапезник предаст Иисуса в руки Его врагов. Когда Иисус сказал, что один из двенадцати учеников предаст Его, Он, вероятно, пытался заставить Иуду осознать ужас того, что Он замыслил. Иисус давал Иуде возможность изменить Своё решение. Читай, Славик, двадцать первый стих из той же главы. «Сын человеческий пройдёт по назначенному пути и умрёт», как и написано о Нём. Но горе тому, кто предаст Сына Человеческого. Лучше бы Ему и вовсе не родиться. Иисус часто называл Себя Сыном Человеческим. Хотя и был Он Божьим Сыном, Он также был и Человеком. Иисус знал, что Он должен умереть, как предсказал Бог через Своих пророков в Ветхом Завете. Иисус должен был умереть, но это не служит оправданием для Иуда. Бог не вынуждал Его предавать Иисуса. Иуда подвернётся вечной каре за свои грехи, Себя любви, участие в убийстве невинного человека, Сына Божьего. Он отказался уберывать Иисуса Христа как Спасителя. Его ужасное деяние свидетельствует о том, что он не верил в Бога. Сашок, прочти 22 стих. И когда они ели, Он взял хлеб, благословил, преломил его и отдал им, сказав, «Ешьте, это тело моё». Иисус преломил хлеб и затем объяснил ученикам, что подобно тому, как Он преломил хлеб, так и тело Его, злые люди, скоро подвергнут мучениям. Юра, прочти 23 и 24 стихи. Затем Он взял чашу с вином и, возблагодарив Бога, передал им, и все они отпили из этой чаши. А Он сказал, «Это кровь Моя, которая скрепляет новое соглашение и которая должна пролиться за многих». Иисус сказал, что вино, которое Он налил ученикам в чашу, символизирует Его кровь, которая, когда Он умрёт, истечёт из Его тела. Иисус сказал, что Он умрёт вместо грешников. Серёжа, прочти, пожалуйста, 25 и 26 стихи. Истинно говорю, не притронусь к вину до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. И спев гимн, они пошли на гору Елеонскую. Нам невозможно представить себе всю глубину любви Иисуса. Он никогда не грешил. И тем не менее, Он должен был умереть за грешнику. Ни один человек в этом мире, в прошлом, в настоящем и в будущем, не заслуживал того, что он собирался сделать. Каждый из нас, и вы, и я заслуживаем смерти, на которую он пошёл вместо нас. Бабушка приготовила обед и накрыла на стол. Еле молча, каждый был погружён в свои мысли. Он сознательно пошёл на смерть ради меня, в сокрушении думал Юра. Вернувшись в интернат, они сели на пригорке, раскрыли Библию и долго обсуждали услышанное. Затем стали отвечать на вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok